В каком формате это происходит? В физическом или в информационном? В информационном будет 50, потому что конверсия открывания этих всяких писем и сообщений сейчас все меньше и меньше становится. Если в физическом пространстве вы знаете людей, ну это по сути вот там теплый круг ваш, да, теплый круг рекомендации, то здесь индекс материализации будет уже гораздо выше, ну 100%. Вот эти основные каналы. И в зависимости от того, какой канал коммуникации, вы можете использовать их и несколько, и все сразу, но под каждый канал коммуникации у вас должно быть четкое понимание, а какой канал продаж будет это либо обслуживать, либо продавать. Если мы говорим про массовый канал, да, понятное дело это уже не канал продаж у вас будет, а канал обслуживания, отдел обслуживания клиентов. Это массовый поток, либо, ну если у вас там, возможно, там автоматизированная какая-то система. Если это персональный канал, это уже канал продаж, здесь личная коммуникация. И есть такой взгляд на вещи, если у вас нет контактов ваших клиентов, у вас нет клиентов, вот еще не все почему-то собирают. Да, и дальше, что можно с каналами продаж делать? Их можно поделить на собственные и партнерские. Собственные, с одной стороны, дороже стоят, с другой стороны, они более управляемые. И это не все, да, их можно, особенно сейчас, как быстро развивается интернет, этих каналов продаж, можно сделать просто несчисленное количество. Мы привыкли к каким-то шаблонам. Вот на тот же пример, вот по поводу ребят из инфо, кто векселя продает, закрывая кредиты. Возникла такая идея, а не попродавать ли векселя через инфобизнес. Я сначала говорю, ну как мы это сделаем? Но решили попробовать, эксперимент. Вот тоже, если продукт какой-то новый, то эксперименты дают удивительный результат. Начинали с продажи векселей, закончили через вебинары. Закончили, знаете, чем? Созданием агентской сети. Через вебинары. И там вообще, что получилось? Я сама удивилась, что это возможно. Значит, смотрите, что получилось. Тема закрытия кредитов, она очень популярна. Ну вот, в долгу. Первое, собрали аудиторию на бесплатный вебинар под названием «Как закрыть кредит». И вот, по сути, его же можно, не обязательно покупать вексель именно этой компании. Они дали информацию о том, что, ну, вы можете купить вексель любой компании. Важно, чтобы ценности, ну, стоимость векселя была дешевле, чем ваш кредит. И его обеспечение соответствовало номиналу, либо сумме вашего долга. И рассказали эту технологию, как это можно сделать. Это был бесплатный вебинар. На бесплатном вебинаре они стали продавать сначала три вещи. Значит, по-моему, там сами векселя. Потом, да, вексель просто без сопровождения. Потом вексель плюс юридическое сопровождение. Да, и третье – работа в компании. Вот у нас, то есть агентскую, ну, вот возможность стать агентом. Вот у нас есть такое, ну, привычное понимание, что агентом ты можешь стать, вот ты приходишь в компанию и бесплатно становишься агентом. И я, как работодатель, я набирала агентов, проводила интервью, да, я с ними, ну, там, оценивала и бесплатно их набирала на работу. Еще и уговаривала, там, ну, не уговаривала, убеждала, что у нас будет все замечательно. Они пошли другим путем. Ну, мы вместе там принимали эти решения. Вот за то, чтобы стать агентом в НПО, люди платят деньги. Дальше они проходят тут обучение. То есть они вот заплатили за это обучение. И дальше они становятся представителями. И, получается, вот они нашли новый канал коммуникации с клиентом, с потенциальными агентами и выстраивают свою агентскую сеть через вот этот вот нестандартный ход. Я, ну, как сказать, приходя туда на консалтинг, я бы даже не предположила, что это вообще будет работать. А это работает. Сейчас скажу. Было два потока. В первом потоке 25 человек, в втором потоке 30 человек. Ну, естественно, там воронка. Вы же знаете, 3% агентов остается в конечном итоге. Ну, может быть, у них сейчас побольше там их осталось. Но сам тот факт, что пришло 50 человек. Теперь, вот, когда мы говорим о стартапах, то были вопросы, да, как организовывать продажи в стартапах. Вот. И есть определенные закономерности, мимо которых не пройдешь. Первое – фантомные продажи. Может быть, конечно, не во всех стартапах это пройдет. Я не знаю. Знаете, что такое фантомные продажи? Да? Когда продукта еще нет, а вы уже его продаете. И если у вас есть… А если есть люди, которые готовы это купить, значит, вы попали, ну, вот в точку, это будет работать. Причем это не важно, уже, ну, конкурентный рынок или нет. У меня вот сейчас есть, ну, такая приятельница, которая меня замучила вопросом, получится у меня или нет. Она работает в банке, а хочет уйти из банка и стать предпринимателем, начать производить, ну, шить. Но она очень творческий человек, она всегда красиво одевается. Я ей говорю, ну, вот что ты будешь шить? Ну, там платье буду шить. Ну, рынок конкурентный уже, там, навалом тех, кто шьет эти платья. Я говорю, хорошо. У тебя есть теплый круг, вот твой личный канал коммуникации, да, там. Скажи своему теплому кругу, что ты хочешь шить. Возьми с них деньги. Если кто-то согласится, бери эти заказы. Она говорит, я еще шить толком не умею. Я говорю, ну, научишься, будет стимул научиться. Она сказала, там, 10 человекам, 50% из них сказали, я хочу у тебя шить, несут ей уже ткани. Она говорит, я еще только 1 июня уволюсь, что делать? Я говорю, бери. Бери эти ткани, бери деньги. Ну, я много денег брать не буду. Я говорю, ну, бери, сколько тебе там совесть позволит. Все, вот фантомные продажи. Дальше просто она творчески, она, ну, вот у нее есть этот дизайнерский взгляд. Она видит, она может подсказать. И дальше 100%, что вот этот ее теплый круг, кто отшил однажды, будет рекомендовать ее дальше. А хотя рынок конкурентный. Вот, поэтому вот это фантомные продажи, когда мы продаем продукт, который еще не создан. Но если вы видите на него спрос, это первая галочка к тому, что нужно в этом направлении работать и делать дальше. То есть создавать этот продукт. Если спроса нет, думайте, почему. Тогда, значит, вот фиксируйте, ну, брать обратную связь, а почему нет? Ты готов заплатить? Готов вам человек прям вот денег отдать за это или нет? Тогда обратную связь, если нет, то почему нет? Второй этап – это личные продажи владельцев идеи. Ну, ваши личные продажи. От этого никуда не уйдете. Сколько у меня было таких экспериментов, когда предприниматель говорит, я не продажник, я не хочу этим заниматься, давай я найму. Ребят, там есть очень такая большая проблема, что вот эти первые этапы, когда мы начинаем продавать, они должны быть очень гибкими. Мы быстро должны адаптироваться, что не так и что-то менять. Никакой наемный сотрудник не будет это делать очень быстро. Мало того, психотип, психология мышления у наемников, она другая. Очень редко, когда вы попадаете на продажника, который сам придет, вам приявите инициативу и скажет, вот тут надо подкрутить, и вот тут надо подкрутить. Ну, 3% таких. Если вы в такого попадете, ну, замечательно, супер. Поэтому первое, что вы делаете, это личные продажи, собираете данные о продажах и рефлексия. Ну, каждый день обратная связь. Рефлексия, знаете, да, что такое рефлексия? Вы осознаете, что происходило, почему так и что там нужно докрутить. Вот когда мы делаем продажи, выстраиваем вот этот стандарт каналы коммуникации, ищем каналы продаж, сделаем статистику воронки продаж. Про воронку продаж сейчас покажу тоже. Там, смотрите, воронка продаж – это не только вот эта конверсия, сколько было там, ну, пусть звонков, встреч, пусть там первых встреч, вторых встреч и продаж. И вот эта вот конверсия, да, показатель цифр. Это не только это, это еще и показатели KPI. KPI в том понятии, что ключевые показатели эффективности, ну, вот не то, что нам в компаниях иногда ставят сделать вот этот проект к такому сроку, это будет твой KPI для получения бонуса. А KPI – это как эффективность конверсии, как качество. Вот можно, когда мы делаем воронку, мы говорим о том, что, ну, допустим, из десяти звонков получилось назначить, ну, пусть две встречи. И из двух встреч сделали одну продажу. Вот когда мы считаем KPI, в данном случае KPI – это будет вот это соотношение. Из десяти два – это, значит, что будет пять к одному. Это KPI звонка. Из двух встреч к продаже – два к одному. Это KPI продажа, да, ну, или KPI встречи. Вот понять вот эти показатели, да, очень важно. Потому что, если вы, допустим, видите, что, ну, и понять вы вот это сможете сами, да, вот, сейчас сумбурно говорю, сейчас еще раз соберусь, да. Про воронку, давайте сначала, потому что я однажды встретила такой вопрос, воронка продаж. Все знают, что такое воронка продаж? Если мы возьмем весь процесс продаж, поделим его на участки работ, которые можно посчитать, допустим, количество звонков мы можем посчитать, можем посчитать, количество там продаж и количество рекомендаций, да, и берем, и это мы посчитали воронку. И дальше мы считаем вот эти показатели эффективности. Из скольки звонков у нас получается встреча, из скольки встреч у нас получается продажа, и выявляем эталон, некий показатель, который, ну, самый лучший, что ли. Выделить эталон можно тремя способами. Взять с рынка, если у вас продукт такой, который на рынке уже есть, ну, просто там у конкурентов взять эти цифры. Третье, посчитать самим, ну, на собственном примере, ну, и третье, конечно, нанять, если там человека, вы наймете и будете за ним следить. Самое эффективное, когда мы просчитываем все сами, когда вы вот сами, почему вот эти вот личные продажи, вы сами берете и просчитываете вот эти показатели, на себе проверяете, потому что после того, как вы их посчитали, выявили, из скольки звонков можно сделать одну встречу, из скольки встреч можно сделать продажи, вы дальше выставляете стандарты для продажников. Вот из этого получаются ваши стандарты. Что такое стандарты? Стандарты. Так, вот я не знаю, тут презентация. Ну, ладно, попробуем рассказать. Вот, когда мы говорим о том, что менеджер отправил пять предложений, а сколько надо? Ну, есть вот две составляющие по стандартам. Одна составляющая – ваша производственная мощность, сколько вы сможете переварить, чтобы удовлетворить потребность клиента, чтобы не насобирать заказов столько, сколько вы не переварите. Это одна часть, вы должны ее считать. А вторая часть – это вот эта. То есть, если у вас неограниченные производственные мощности, вы можете делать сколько угодно, то вы тогда, зная ваши KPI, задаете стандарты менеджеру, что каждый день ему нужно сделать, допустим, 10 звонков, провести три встречи и сделать одну продажу. И выводите эти стандарты, ну, вот эти вот дневные, на месячные, да, и контролируете каждый божий день. Вот когда будет осуществляться вот этот ежедневный контроль стандартов, тогда будет вероятность достижения запланированных показателей до 90%. Следующее, вот это вы сами проходите, вы сами проверяете. Это реалистично, выставив им 10 звонков в день и три встречи в день, это реалистично провести. И делаете это месяц. Следующее, обратная связь от клиентов собираете регулярно, потому что вот здесь, на этом этапе, когда делается личный продаж, как я сказала, мы можем и продукт подкручивать, и саму технологию продаж менять. Ну, и собираем возражения клиентов. После того, как вы всю вот эту информацию собрали, вы формализуете технологию продаж. Может быть, у вас будет несколько каналов, ну, в зависимости от того, на входящем потоке вы работаете или вам нужно делать активные продажи. Вы делаете описание продукта или услуги уже в терминах вашего, в терминах обывателя. Если вот здесь, вот на том этапе, когда мы разрабатываем стратегию, там может быть в большей степени, знаете, как и технические характеристики, ну, чтобы переварить это, вот для этого НПУА мне приходилось переводить юридический язык. Сначала описание продукта было в юридическом языке в большей степени. А потом, когда мы делали описание продукта для агентов, мы переводили вот этот юридический язык на язык обывателя, чтобы любой человек мог этого понять. Дальше обязательно нужна еще легенда о компании, продукте-создателе. Пусть она будет небольшая, как вы, ну, вот вы кто, да, что это за компания. И придумайте, если у вас нет этой легенды какой-то интересной, придумайте ее. Вот есть у меня был такой проект, наша карта. И ребята, значит, что у них там? Изначально, вот продукт поменялся коренным образом, пока мы его запускали. Изначально это была СРМ-система для малого и среднего бизнеса, потому что, ну, как сказать, ну, вот единая СРМ-система, в которую может подключиться, ну, вот малый и средний бизнес, тоже там магазины, кафешки, для того, чтобы можно было вести учет своих покупателей, коммуницировать с ними и так далее. И вот когда они первоначально звонили и говорили, и там еще фишка в том, что у них собирается единая база покупателей, и можно обмениваться базами вне конкурирующих компаниях. Ну, допустим, в одном районе есть кафе, есть магазин одежды, есть продуктовый магазин. Они между собой могут обменяться этой базой и отправить информационные сообщения клиентам других магазинов, какую-то акцию запустить и так далее. И вот когда изначально они запускали этот проект, они звонили и говорили в магазины, ну, вот мы представляем такую-то компанию и предлагаем вам СРМ-систему. Там, во-первых, вот для малого и среднего бизнеса СРМ-система, китайская грамота, нам ничего не надо, до свидания. А когда, и вот начали вот эти, адаптировать эти скрипты, я говорю, ну, давайте зайдем со стороны ценностей, им зачем СРМ-система, они вот что вот в этом понимают? Это для них не слова-маркеры, они ничего в этом, им не надо. А когда просто случайно даже у девочки выскочило такое, ну, у нас же вот есть клиентская база, и мы как клуб покупателей. И она позвонила, начали звонить и говорить, мы клуб покупателей, мы предлагаем, у нас наши покупатели хотят делать у вас заказы, но на взаимовыгодных условиях. Вот ни одного отказа от встречи еще не было. Другой вопрос, что там дальше начинается коммуникация, и вопрос, ну, клуб покупателей, это же правда, это же действительно. То есть мы перевели язык вот этот вот, что мы СРМ-система, на их язык ценностей. И сразу результат изменился. Ну и дальше там у них преобразование пошло и внутри, они уже там изменили этот проект. Но когда приходили и вот начинали разговаривать, а вы кто? Вот пришлось выдумывать легенду. Какую легенду придумали, которая стала работать вообще вот. Ну, наш владелец этого предприятия, вот этой СРМ-системы, сам владелец магазина. И он столкнулся с такими проблемами, что непонятно. Вот клиент один раз купил и не вернулся. А почему не вернулся, непонятно. У вас такие есть? Ну, конечно. А вы как их отслеживаете? Да никак. Ну что, нужно вести, что вот уже сейчас нужно собирать эту информацию о клиентах. Что нужно, что есть складские запасы, которые лежат, и с ними надо что-то делать, их как-то распродавать. Есть складские запасы мертвые? Есть. А вот. Вот у него такое же было. И он придумал вот эту СРМ-систему. Он, нет, он сначала весь рынок изучил. Манзану, СРМ, ну, какие там еще есть, господи? А? Ну, в общем, такие дорогие, да? Ну, Битрикс, вот они на базе Битрикса. Битрикс еще не такая дорогая. Манзана, ой, Майкрософт, которые заточены именно под продажи, да? У них там вот как раз анализ складского учета есть, качественный такой. Но они безумные деньги стоят, там, 4 миллиона, по-моему, обонплаты только стоят, да? И он говорит, вот он изучил это все и сделал свою. И увидел, что там очень много этих лишних функций. Он сделал свою, которая устраивает вот нас с вами, малый и средний бизнес. И он увидел, что это работает и решил поделиться. Ну, вы же понимаете, ну, да, он же тоже работу проводит, за это надо платить деньги. И вопрос о идентификации, что владелец этой CRM-системы такой же, как и вы, у него свой магазин, он все проблемы ваши знает. Вот эта легенда сработала просто, ну, поэтому вот здесь у вас, потому что все равно придется говорить о том, кто вы и откуда вы появились. А ведь фирм однодневок много. Да, у нас была вот такая компания, вот они что-то денег собрали и ушли и так далее. С этим мы часто сталкиваемся. Чтобы о нас так не думали, нужна легенда, красивая легенда. Пусть это будет даже на какой-то момент неправда, но поверьственно в нее. Вот. Дальше описываем профили потребительских. Это сейчас уже формализация технологии продаж идет. То есть после того, как вы сделали личные продажи, вы должны формализовать для ваших продавцов, для ваших сотрудников. Вы описали для них продукт в их терминах, ну, в доступном понимании. Вы описали легенду компании, кто вы, что вы, откуда вы взялись. Вы описали профиль потребительских сегментов, чтобы это было, ну, вот когда мы задаем вопрос менеджеру, а кто наши, ой, ну, далеко, ладно, не буду листать, менеджеру, кто ваши клиенты, чтобы он мог описать этот портрет, а не говорить, ну, это того. Вот в таких прям, ну, портретах. Можно с именем, с фамилией. Вот. А дальше идут основные этапы продаж. Основные этапы продаж и техника работы с возражениями. Это тоже должно быть все описано. Сейчас, если про этапы продаж нужно говорить, я вам разложу, как, ну, вести переговоры, какие этапы и в чем там такая, ну, есть такие, знаете, как бы зацепки, на которые многие не обращают внимания. А дальше скрипты. Назначение встречи, если они нужны. Скрипты переговоров, скрипты работы с возражениями. От этого не уйдешь. Начать менеджер, вот чтобы они не говорили от себя тельно, и у них не формировалась неправильная модель поведения, вы должны заложить им эту модель поведения. А для того, чтобы ее заложить, у вас должно быть что-то написано, заставить их выучить. Многие сопротивляются и говорят, я гуру, окей, хорошо, ты сейчас вот это вот проговори, а дальше вот на встречах, да, ты уже сможешь на вот этот ствол листочки-то и там цветочки нацепить. Но сначала заставить их прям проверить, что они знают технологию, знают эту воронку. Потому что в Настле, допустим, в чем там проблема была? Они ребят набрали классных, суперских, вот прям, но у них модель поведения, как FMCG. А FMCG начинают продажу с презентации, а в их продукте это не подойдет. Там нужно было начинать продажу с, ну, установления контакта и формирования потребности. Потому что это уже конкурентный рынок, ну, в общем, нужно с вопросов надо начинать было. А они начинали с презентации, с ног на голову. Ты можешь до презентации не дойти, но прийти второй раз, да, если ты в первый раз до презентации не дошел. Если первый раз ты сделал презентацию, второй раз уже не придешь. Уже они все знают, ты уже презентовал продукт. Вот, поэтому вот это обязательно, да. И дальше выставляем планы продаж стандарта и KPI. Вот еще в отношении KPI. Почему нужны всегда стандарты? Не просто KPI, что у вас из пяти звонков должна быть одна встреча. Но еще должны стандарты, потому что можно сделать 10 звонков и получить две встречи. А можно сделать там, допустим, ну, сколько, 100 звонков и получить 20 встреч. Когда мы посчитаем KPI, он будет одинаковый. Но в абсолютных выражениях, стандартах это будут разные величины. Понимаете, да? Вот если я говорю быстро или что-то непонятно, вы задавайте вопросы. Я просто тороплюсь, чтобы побольше вам дать информации. Понятно, да? Ну и дальше, да. Почему все-таки они начинали с вопроса? Что, что, что? Почему они начинали с вопроса? Потому что уже есть у поставщики воды у компании. Здесь спрашивают, кого вы берете. Ну, в том числе, но... Но это же самое последнее. У них премиум сегмент. Какой дешевле? Да, да, да. А разве сотрудникам, которые принимают решение о покупке воды, вообще это актуально? Вы воду пьете на работе? Что там в ней внутри содержится, вы знаете? Да, все хорошо. Давайте посмотрим. У них есть эти водомеры. Давайте посмотрим. При себе водомеры. При себе водомеры, да. Давайте посмотрим. Вот смотрите. Вы знаете, вот за что отвечает магний в организме? Кальций. Калий. Вам не надо будет витамины покупать. Вы на работе будете пить... Да, ребят, вот я еще забыла. Ну, вот что еще важная штука. Просто так сейчас вот это не продается, да? Ну, это сложно продать. Вот, допустим, в той же нашей карте мы дополнительно делали калькулятор эффективности. Я могу его показать. То есть, если у вас, ваш продукт позволяет посчитать какую-то выгоду клиенту, делайте калькулятор. И приходите на встречи с калькуляторами. Вот, ну, в Настле, да, мы дополнительно закупили ребятам водомеры эти. Они там показывают степень очистки воды. И они тут же, ну, на встречах вот это все подемонстрируют. Вот в этой, в нашей карте мы сделали калькулятор эффективности. Мы его слизали с Манзана, не буду спускать, ну, вместе с тем. Да, и когда мы приходим и говорим, вот сейчас вы инвестируете столько, но вы на выходе получите вот столько. И там все. Я могу показать этот калькулятор, если кому интересно. Смотрите, если ваш продукт, вот какую выгоду он дает клиенту. Если он дает какую-то финансовую выгоду, делайте калькулятор эффективности, калькулятор экономии. Не знаю, что-то такое, что можно показать наглядно и сказать, что вот, ребят, вот вы что сэкономите, если вы будете с нами. Ну, потому что продавать становится все сложнее и сложнее, на звонки люди вообще реагируют, ну, все хуже и хуже, что называется, да. Поэтому здесь нужно искать нестандартные пути. Про систему найму надо говорить. Здесь есть одна интересная штука. Кто-нибудь слышал про концепцию Шпрангера для определения таланта продавца за 15 минут? Ну, это мы так сами ее назвали. Ну, про Шпрангера что-нибудь слышали? Про тест? Значит, он психолог, ученый-исследователь, и он типировал личности по врожденным мотиваторам. Он говорит, что вот есть шесть мотиваторов, теоретические, утилитарные, индивидуалистические, эстетические, социальные, традиционные, которые, с которыми человек рождается. И вот эти шесть мотиваторов, они у каждого из нас превалируют, ну, какие-то из них по парам попарно превалируют. Ну, то есть он их разделил на три ступени, допустим, там, первая – теоретические, утилитарные, вторая – индивидуалистические, эстетические, социальные, традиционные. Какая пара выходит на первое место, та, такую модель, ну, не то, что модель поведения, а такое, как сказать, вот эти проявления по жизни, хочешь не хочешь, они будут у нас происходить. Ну, допустим, если у человека теоретически, я сейчас не знаю, тут у меня, да, теоретически, основная, это как человек смотрит на мир, через призму чего человек смотрит на мир и как он себя ведет. Основная такая потребность понять, как устроен мир, поиск истины. То есть вот эти люди постоянно учатся. Вот знаете, есть такое в обществе, вот там, ты учишься, учишься, учится, учится, теоретик. У него внутренняя потребность, он не может не учиться. Он родился с этим. Утилитарный – это практичность, реальная польза для себя, деньги. Вот предприниматели, у кого на первом месте утилитарный мотиватор, те не могут не делать деньги. Но они, вот если вы возьмете утилитарщика на продажи, его не надо будет учить продажам, он будет это делать на автомате, он не может это не делать, у него врожденное это. Следующий, индивидуалистический, ну, это те, кто стремится к власти, самоутверждения, лидеры, да, лидерство. Оно прет, а из него никак, вот оно все равно прет, да. Эстетический, быть в гармонии с собой, с окружающим миром. Вот пример про мою приятельницу, которая меня замучила и говорит, я хочу шить платье. У нее явно эстетический мотиватор на первом месте. Потому что, ну, была такая банальная ситуация. Она потеряла крышечку от баночки, а я покупаю посуду Таппервер, если знаете. А я ей говорю, слушай, у меня этих крышек навалом. И предлагаю ей, значит, крышку. У меня просто муж там работает в этой компании. И предлагаю ей эту крышку. Она мне говорит, она не подходит. Я говорю, как не подходит? Ты же сказала, у тебя голубая чашка. Она говорит, нет, она голубая, но она не такая голубая. Она ее не берет. Я ей сказала, эту крышку, которая вот точь-в-точь подходит. Она говорит, я не могу, ну, это не подходит. Вот у нее вот эта гармония, она прям вот из нее прет. И социальный помогать людям, как их называют, волонтеры. Вот у них социальный мотиватор, они не могут не помогать. Традиционный, жить по правилам, следовать традициям Кстати, в моем окружении таких людей Я даже что-то не встречала Не могу даже себе представить, как человек себя ведет У которого вот этот мотиватор на первом уровне Так вот, к чему я? Значит, вот этот вот Франк Шиелин и Билл Бонстер провели исследование Они отобрали 500 ведущих продавцов в Америке и в Германии Ну вот специально для того, чтобы посмотреть на разную культуру И протестировали их на мотиваторы на эти И они сказали, что вот эти вот 500 лучших продавцов Они сначала интересуются личной выгодой, деньгами То есть получается, что утилитарный мотиватор у них на первом месте А затем стремятся к пониманию людей, решению проблем Это, в общем, получается там теоретически И в итоге вот, да, показали, что есть Ну вот этот расклад, как прошло их исследование И что в итоге получилось Утилитарный, 71% исследователей Вот этой вот выборки На первом месте имеют утилитарный мотиватор У лучших продавцов На втором месте у них теоретически Ну вот, нет, 25% это те, у кого теоретически на первом месте И так далее Традиционный, вот 1% это что у нас Социальный, 3% индивидуалистический С эстетическим, хотя у хороших продавцов вообще даже вот этих не нашли Но это не означает, что продавцы с другими превалирующими типами мотиваторов не будут продавать Продавать будут, просто они не будут лучшими И мы сделали свой тест этот У нас здесь в Москве есть компания, которая за деньги продает этот тест Ну можно пойти туда, пройти его Вот наши представители сходили, прошли, поняли, на чем он базируется Мы сделали, он совершенно простой Мы сделали такой же тест и начали экспериментировать Ну это вообще, вот потрясающие результаты У меня был проект один, не армедик, сеть клиник, медицинский И вот у них, когда мы говорили про выстраивание А это еще один нюанс, да? Ну на тот, наверное, внимание не будем обращать Значит, когда мы говорили про построение системы продаж Там есть один нюанс, что у продавцов должен быть всегда наставник Но их кто-то должен Вот есть система обучения, когда вы тренинги, семинары проводите А есть система наставничества или система развития Это ролевые игры, это полевые тренинги, это наставничество И у продавцов должен быть наставник В их компании такого не было